Либо-либо. Блять, ребят, я не включил запись. Привет. Это подкаст «Два по цене одного». Когда вы его слушаете, наступило, предположительно, 29 мая. И в 29 мая произошло много событий, но одно из главных событий – это всеобщие выборы в ЮАР. И мы, конечно, не могли пройти мимо. И сегодня мы будем говорить про ЮАР. Перед выпуском я прочитал большую статью в «Икономести» о южноафриканских выборах. Главная партия, которая там уже 100 лет... Она совершенно точно там не 100 лет. Ну, естественно, не 100 лет, но уже много. С 94-го. Именно, exactly, с 94-го, да. Она, значит, рискует потерять 50%, у них будет типа районе 40%, это, значит, им нужно будет договариваться с всякими другими партиями. Но главный скандал в том, что эту партию финансирует добывающая компания, которая имеет связи с Виктором Вексельбергом. А Виктор Вексельберг находится под санкциями, потому что он помогал аннексировать Крым. Так Крым ворвался в южноафриканскую политику. Я реально не очень хочу об этом разговаривать. Сегодня день тишины. Да, сегодня день тишины. Этот подкаст мы делаем вместе со студией «Либо-либо». Меня зовут Саша Поливанов. Рядом Илья Красильщик. Пожалуйста, голосуйте за нас на всех выборах, на которых мы будем участвовать. То есть в муниципальных депутатах района Панко. Помнишь, мы все время шутили про район Панков? Оказывается, что традиционно в этих словах буква «В» в конце не произносится. Поэтому он район Панко. Ну, он, наверное, Панку. Как в американской корове. Коу. Корова на сковородке. Панкау. Панкау. Если ты остановился на красный свет, тебе подошли со стволом и ограбили. Ладно. Эти твои знания явно нуждаются в некой проверке. Еще, по-моему, это в Кейптауне. Есть район, где Кунгина гуляет. Это я знаю из сериала, кажется, «Ван Пленет». Первый наш гость – это Настя, которая приехала в Йор еще когда-то совсем давно. Настя, привет. Привет. Настя, ты уехала из России, когда это уже было модно? Слушай, я уехала из России, когда еще массово никто не знал, что есть такая вещь, как налоговое резидентство. Ой, мы знаем. Я переехала 7 лет назад. Хорошо, расскажи, как тебя угораздило выбрать именно эту страну? Я ребенок военных. То есть, я родилась в Амурской области. Жили мы там в Ставрополе, в Саратове много лет. Еще где-то, еще где-то. И у меня нет такого вот ощущения от этого пресловутого «homesick». Я не знала, что такое вернуться домой, как это дома. Я впервые в ЮАР приехала 12 лет назад, по-моему, в туристическую поездку. Мне там так понравилось, что я туда возвращалась, возвращалась, возвращалась и в итоге просто взяла и переехала. И вот, когда я переехала в Киттаун, у меня было откуда ни возьмись ощущение дома. Что это значит, ощущение дома для человека, который привык все время передвигаться? Для меня дом, это, знаешь, дом – это моя крепость. Дом – это там, где спокойно, там, где безопасно, где есть какие-то ощущения такого всеобъемлющего, обнимающего тепла, что тоже странно, что я получила это чувство в стране с каким-то запредельным уровнем преступности, но так или иначе – да. Скажи, пожалуйста, топ-5 ошибок по безопасности, которые можно сделать ЮАР-человек, который привык жить в стране, где… Не надо об этом думать. Оставлять вещи в машине на виду, телефоны на столе в ресторанах, носить сумки или камеры на виду, ну, там, открытыми или там камеру на пузе, кошельки в карманах и гулять ночью, особенно в одиночку. Но меня это не очень напрягает, потому что я каждый раз рассказываю людям, что с заходом в солнце мы не гуляем, и у всех начинается трясучка, как так нельзя гулять ночью. Я говорю, ну, мы спим ночью. В ЮАР вообще такой лайфстайл, что люди живут по солнечным, скажем так, часам. Люди там с 8 до 5 работают, потом у них происходит какая-то жизнь, а потом в 10 можно уже спать. То есть нет вот этого, скажем так, необходимости ночной жизни, кроме там, я не знаю, в бар сходить, в клуб, но ты прыгнул на Uber или в машину, если не пьешь, и так же спокойно доехал точке А в точке Б. Слушай, а ты работаешь с туристами из России. Зачем они едут в ЮАР? ЮАР очень классная страна, она, скажем так, бюджетная. Во-первых, меньше цены на какие-то именно лакшери штуки, типа сет-меню ресторанов, размещений. То есть я, например, не могу себе представить, чтобы я где-то в Европе, в центре города поселилась в крутой стильной AirBnB-шке за 100 евро. У нас это, в принципе, средняя стоимость классного жилья на AirBnB. Очень классная природа, есть океаны, два. Есть люди, которым очень важно какие-то получать удивительные, необычные опыты, то они, например, утром могут искупаться в Атлантическом океане, вечером в Индийском. И дорога займет там 4 часа. А есть какая-то разница в этом? Да, Атлантический у тебя все замерзает, в Индийском отогревается. Это, знаешь, можно просто сыграть схему конька-горбунка. Сначала в кипящую воду, в ледяную, еще куда-нибудь. Плюс еще есть сафари. Животный мир очень офигенный. Пингвины, здесь живет колония пингвинов. Киты. Киты приезжают в разные регионы. Например, Херманус, они приезжают размножаться. А в Айзерфонтейн, они приезжают, приезжают, приплывают. Мне нравится, что приезжают. Россияне приезжают сюда, киты сюда. Иногда они смотрят друг на друга. Лично для меня опыт того, когда я увидела впервые китов, он вообще настолько был life-changing experience. Потрясающие эмоции ты получаешь. В принципе, слово потрясающее, вместо сырости с ЮАР, хотя там никогда не было. Слушай, для меня ЮАР – это страна, которой природа – это самое главное. Да. Чем мне нравится жизнь именно в Кейптауне, в ЮАР, то, что я человек природы. Вот эти горы вокруг, океаны, столовая гора вообще считается одним из природных чудес света современных. И все еще очень фундаментальное. То есть у тебя не просто какие-то горы или какой-то залив, оно все очень какое-то большое, огромное, и ты в этом себя чувствуешь очень маленьким, и тебя это не сильно расстраивает. У тебя такая вот стоит огромная гора, ей вообще до лампочки. На тебя, на всех вокруг. Она стоит здесь до тебя и после тебя будет стоять. И ты просто наслаждаешься этим видом. Расскажи, пожалуйста, не про природу, а про людей. Насколько люди на улице дружелюбные? Появились ли у тебя контакты среди местных жителей? И как вообще все это устроено? У меня есть русскоязычные друзья и подруги в ЮАР, но в основном, по большей части, у меня местное окружение. Как ты с ними познакомилась? Ой, с одной своей подругой мы вообще разругались в первый же день, как только друг друга увидели, вообще в щепке. Потому что моя соседка бывшая, Линда, переехала к нам. У нас был таунхаус, такой смежный дом. И первый же день переезда, в среду вечер, у них там такой гужбан с караоке был. И мы им написали сообщение, типа, не могли бы потише, а нам сказали, не могли бы пойти нахер. Ну и такая была словесная перепалка, и там через балкон мы друг другу сказали, что друг о друге думаем. Но потом она на следующий день извинилась, сказала, что там, типа, сорян, мы выпили. И как-то я что-то переборщила с высказываниями. А оказалось потом, что, ну, мы уже там, она пригласилась на обед, мы познакомились, все друг о друге узнали. И узнали, что этот вечер, когда они гужбанили, вообще там просто тряслись стены, что происходило, это был вечер, когда она переехала из своего дома и из своего брака 20-летнего, и это был девичник с подружками, с слезами, водкой и караоке в Ютьюбе. У меня, если честно, не возникало проблем с построением связи с местными ребятами. Хотя я знаю то, что для многих очень сложно интегрироваться к локолам, потому что вот ты живешь там свои 30-40-50 лет, и тут к тебе приезжает какая-то там Наташа, и говорит, я вот как чебурашка, ты мой гена, я буду с тобой дружить. Да нафиг ты не упёрся. Люди, в принципе, в взрослом возрасте не очень умеют дружить, они не понимают, как это работает. А там работают абсолютно нормальные и стандартные правила нетворкинга. Ты мне, я тебе. То есть ты должен как-то вообще сообщить человеку, кроме своего существования, чем дружба с тобой, ему будет интересно, полезно, что ты можешь там в его жизнь принести. Чувствуешь ли ты, что за последние два года приехало какое-то большое количество россиян? Дело в том, что в ЮАР легализация очень сложная. Я 7 лет там 8 уже сейчас буду жить, замужем за местным 3 года. У меня до сих пор нет вида на жительство, друзья. Я его всё жду, обновляю сайт со своим номером и фамилией, и вижу, что он был принят. Они у них всё используют отмазку ковида, типа, что слишком много было заявок, мы не работали, у них там 200 тысяч бэклог, люди ждут. Плюс всякие супружеские виды на жительство вообще отошли на второй план, потому что нужно сначала обслужить экспатов, чтобы они продолжили работу. Там какие-то critical skills, визы и так далее. Я, например, пипец как завидую Лиссабону. Я смотрю, столько классных профессионалов приехали, открывают какие-то бизнесы, как-то улучшают жизнь сообщества. Блин, я даже видела, что там открыли клинику. Какие-то кафешки с сырниками, прости господи. То есть какие-то радости эмиграции у людей случаются в странах, где можно легализоваться. А у нас просто приезжают люди, ну так, потусить, поработать онлайн. И я не могу сказать, что они приносят какой-то условной пользы для местного сообщества. Они приезжают, тратят свои деньги, вносят какую-то лепту, скажем так, в бюджет страны. Но я не могу сказать, что нам достались предприимчивые ребята. Тут и начинается тонкий лед. А какие ребята вам достались? Не знаю, какие-то такие, с ним не общаюсь. Да, на самом деле, это сложный момент общения с вновь прибывшими, потому что пишут, типа, Настя, пошли на кофе. Я говорю, на хера мне с тобой идти на кофе? Что бы что? Ты кто вообще? Ты не знаю, приставься хотя бы, расскажи о себе. Я надеюсь, ты так и пишешь. Ты кто? Ну, я не отвечаю просто на такие запросы, потому что я не понимаю, зачем человек вообще тратит мое время, приглашая меня на кофе, никак не представившись. Меня тоже очень бесит, когда люди чего-то от тебя хотят, при этом они не представляются. И еще бывает, что они предполагают, что ты их помнишь, потому что вы встречались один раз семь лет назад, а ты их не помнишь. Я правильно понимаю, что ты живешь в ЮАР, но деньги зарабатываешь в рубриках? Да, в фантиках. В фантиках? Я себе пообещала одну вещь. Никогда не садиться и не подсчитывать и не делать себе физически и морально больно, сколько денег у меня ушла на всякие комиссии, переводы, решал, криптолордов и вообще всю эту ерунду. Просто не существует этой ситуации. Мы ее не считаем. Но я так предполагаю, что, наверное, 10-15% от каких-то денег, вот все эти переводы просто, вот эти вот схемы мутки просто съедают. Я себе пообещала никогда не считать, чтобы мне не было грустно. Мне просто интересно, как люди выбирают переехать в ЮАР. В 2017 году понятно, да, ты вот сидишь, выбираешь, думаешь, куда ты поехал. 22-й год – это эмиграция с меньшим количеством анализа. Абсолютно. Я тебе скажу лично мое мнение, которое будет с перчинкой. Я считаю, что люди, которые осознанно, не бывая в ЮАР в 2024, 3-м, 2-м, 20-м, в любом из этих годов приезжают в ЮАР, они просто с головой поссорились. Потому что ты такой сидишь. О, страна третьего мира, сюда, это нам надо. Я этого не понимаю. В стране энергетический кризис, с правительством тоже сложности. Вообще куча, куча, куча спорных моментов. Ты там нафиг никому не нужен, ты не можешь снять квартиру без вида на жительство длительно, ты без всяких финансовых доказательств. Туда переезжать странно и сложно. Это же можно по-другому посмотреть. Ну, во-первых, можно приезжать в Кению с расчетом, что ты купишь кутер и будешь представлять, что ты там в семи поколениях основал какой-то собственный род. Я имею в виду людей, которые будут там жить, фермеры и возделаны землю. А можно думать, что дома больше нет, но работа удаленная, есть свобода, и я буду передвигаться по миру. Но ты же наверняка все равно находишься в каких-то чатиках. У нас в русских чатиках в основном обсуждают, как получить визу, безопасно ли в ЮАР или нет. И есть вот две группы людей. Те, которые живут в ЮАР и ненавидят ЮАР и говорят, как здесь плохо, как здесь херово. Но обстоятельства вынуждают жить здесь. И люди, которым все устраивает, все нравится, говорят, ну, у нас вот такая вот страна, вот такие вот приколы. Ну, как-то живем, и вот они между собой постоянно срутся. А ты какой тип? Я не закрываю глаза на минусы ЮАР. Я понимаю, что они есть, они меня раздражают, они меня бесят. Но я все равно очень большой благодарностью отношусь к месту, где я живу, где мне просто тупо хорошо. Мне очень захотелось ЮАР. Я, правда, еще не понял про то, как там людям, которые приехали недавно. А мне сейчас совершенно не захотелось ощущения, что там, значит, преступно, что там люди не самые идущие на контакт. Но за исключением преступности описывает Ригу. А тебя все описывает Ригу. У тебя какой-то пунктик на Ригу. Давай дальше. Давай поговорим с Таней и Юрой. Таня и Юра поженились в ЮАР. Им так понравилось, что они решили, что останутся там. Они, кстати, тоже устраивают туры. Привет. Привет-привет. Мы узнали о вас потрясающую историю, что вы поженились в ЮАР и решили там остаться. Как это произошло? Уже около шести лет мы организовываем сафари-туры по Африке. Нашими основными направлениями были Кения, Танзания. Ну и нам, конечно, было очень интересно изначально посетить ЮАР, посмотреть, как здесь обстоит дело с сафари, потому что мы хотели расширить линейку наших продаж, наших сафари-туров. И в итоге, когда мы прилетели в ЮАР, нам здесь очень понравилось. И кроме этого, так получилось, что на тот момент мы долго думали, где сыграть нашу свадьбу. Ну и, знаете, тут мы прилетаем в ЮАР, в Кейптаун, безумно влюбленные в друг друга и в этот город. Плюс тут мы с доброй надеждой, край земли. И здесь действительно, получается, все сошлось. У нас в итоге была романтичная свадебная церемония, после которой мы на ретро-кабриолетах Кобра Шелби поехали на мы с доброй надеждой к пингвинам. В общем, я была самая счастливая на свете. И в шутку сказала Юре, что, боже, как же здесь хорошо. Я бы осталась тут жить. Ну, я ответил, что если ты хочешь здесь жить, то давай же здесь жить. Нормально. Да, разговор был короток. Слушайте, а то, что вы играли свадьбу, вам дает какое-то преимущество в документах или нет? Наш брак никаких преуществ в плане легализации на месте не дает. Нам просто говорили, что с документами сложно в ЮАР. Вы как с этим справляетесь? С одной стороны, легко, потому что страна безвизовая. Для россиян здесь можно присутствовать три месяца, потом нужно куда-то выехать, и еще три месяца снова можно здесь спокойно находиться. Многие используют этот процесс, то есть виза ран. Но он неудобен, потому что все равно, если ты планируешь здесь оставаться, то надо как-то легализоваться. А документы сделать и долгосрочную визу здесь проблематично, даже имея уже полноценное основание в том плане, что здесь есть три столицы. Это судебная, исполнительная и законодательная власть. Исполнительная работает крайне сложно, все документы отправляются в приторию, и можно ждать, некоторые ждут визы, я не знаю, десятилетиями уже, будучи замужем за местными. Очень долго этот процесс проходит. Например, я получал визу пенсионера. Визу пенсионера? Да, визу пенсионера, ее можно 40 лет уже получать. Если ты показываешь, что у тебя есть стабильный доход, и ты можешь обеспечить себя здесь, в этой стране легально, то у тебя есть основания податься на визу пенсионера 40 лет. Этот процесс занял не так много времени, и на 4 года я сейчас получил визу, на основании ее нужно будет получать уже вид на жительство. И это будет очень долгая история. И вообще здесь с документами, например, покупка автомобиля, машину я купил, например, но для того, чтобы ее управлять, мне нужно получить там Traffic Registration Number, это ТРН так называемый, но это бумага, которая позволяет тебе легально управлять и владеть автомобилем. Но она уже, я подался месяц назад, и пока даже первую инстанцию я не прошел. То есть, автомобиль стоит? Автомобиль зарегистрирован пока еще на BMW сервис-компанию, там, где я покупал в центре BMW. Поэтому в течение еще месяца я могу на нем ездить. Ну, а дальше, если я не получу, то нужно будет либо перерегистрировать его на какого-то местного человека и управлять, пока я не получу этот документ. Ну, либо просто ждать. И пускай пылится. Слушай, скажи просто, а много людей приезжает в ЮАР сейчас не на сафари, а вот как вы, блин, хотим здесь жить и остаются жить? Ну, наверное, не так много. Русская комьюнити здесь на данный момент очень тесная, небольшая, но это и плюс, потому что мы тут все друг друга знаем, знаем, кто чем занимается, все дружим, ходим друг к другу в гости. То есть, русских здесь пока немного. А вот комьюнити размера какого примерно? Меньше тысячи человек. А, совсем чуть-чуть, понятно. С парами новыми иммигрантами, ну, примерно около тысячи человек. Просто мы практически со всеми, с кем общаемся, все занимаются так или иначе туризмом из России. Чем еще люди занимаются в ЮАР, которые приезжают? Много людей, которые в IT-сфере работают, они тоже здесь всегда на какой-то период времени. Так как здесь есть сезоны, многие приезжают на сезон, частично интегрируются здесь в комьюнити, а потом улетают дальше в теплые страны. Слушайте, а что по ценам? С каждым годом жизнь в Кейптауне, к сожалению, становится дороже. Наверное, потому что и направление становится более такое популярное. То есть, если, например, два года назад мы могли снять классное жилье за полторы тысячи долларов в месяц, то сейчас то, что мне нравится, стоит уже три тысячи. В общем, жилье очень сильно подорожало. Бензин здесь довольно-таки тоже дорогой в два раза больше, чем в России. И продукты плюс-минус, как в России, ну да, за счет вот именно бензина, а цен на жилье, денег нужно чуть побольше, чем в России. Скажите главный совет для тех, кто собирается в ЮАР и думает там жить. Прежде чем принять такое решение, остаться здесь жить, первым делом нужно сюда просто приехать, пожить те же самые три месяца, которые вам будет разрешено здесь находиться, прочувствовать этот город, понять, твое, не твое. И уже только после этого, конечно, принимать решение. Хорошо, спасибо вам большое. А теперь мы хотим поговорить с Антоном Курильчиком. Он у нас уже был в подкасте. Верные слушатели наверняка помнят, как мы записывались. Это был наш первый видеовыпуск. А как оценить шутку? Это же субъективная вещь. Кому-то смешно, кому-то не смешно. Слушайте, ну вот есть куча русских комедий, люди идут, смотрят, у этого есть касса. Поэтому сказать, что они не смешны, ну, для меня они не смешны, а для миллиона... Ой, нет, ну это ваше вот это профессиональное, они реально не смешны. Илюх, ну вот почему они не смешны? Вот мне не смотрю, мне не классно. Поговорим с Антоном. Антон, привет. Привет, Саша. Мы тут разговаривали с несколькими людьми, и все они нам пытались объяснить, чем Кейптаун прекрасен, но, кажется, не смогли. Например, короче, я стал более осторожен относиться к Кейптауну. Скажи, пожалуйста, за что ты его любишь? Слушай, ну а как можно не любить город, в котором посредине находится гора, на которую ты можешь подняться пешком и спуститься с нее пешком? И это супербезопасно. Там живут доманы, там живут пингвин, но не на горе, но доманы живут и на горе в том числе. И ты, главное, когда на эту гору поднимаешься, то ты находишься в облаках. Что такое гора? Я представляю сразу какой-то пригорок. Это гора-гора? Нет, ну это Тейпл Монтан, это столовая гора. Я не могу сказать точно высоту, но там есть у меня любимое место, подъем и спуск с нее. То есть ты поднимаешься в район океана и спускаешься в ботанический сад. И в высоком темпе, а такое путешествие займет, наверное, 2,5 часа, в низком темпе 5 часов. 1085 метров, вполне себе гора. То есть ты эту гору наблюдаешь все время, ну то есть ты где бы ни был в Кейптауне, ты наблюдаешься, я думаю, вот как бы единение с природой, разнообразие и флоры, и фауны. Ты можешь наблюдать суперразные растения, самые невероятные деревья и животных, в том числе бабуинов, но это немножко опасно. Белое, ну белое, прежде всего, и красное тоже. Классные вина по супер дешевым ценам по сравнению с Европой, там Россией и так далее, то есть любой страной мира. И очень хорошие продукты в магазинах. Ну то есть, мне кажется, это достаточное количество факторов для комфортной и удивительной жизни, где бы то ни было. А хорошие продукты в магазинах, это какие продукты? Все, что угодно. Слушай, туда все доезжает от пасты, итальянской пасты, и заканчивается, типа, огромными полями, там, не знаю, там авокадо выращивают, макадамия, кстати говоря, орех едет из Южной Африки к нам ко всем. Ты настолько впечатлился Кейптауном, что приобрел там недвижимость. Да. Что тебя сподвигло на это? Конечно, мое представление, Южная Африка – это план Б. Кейптаун – это план Б. План Б – это такой подкаст, который тоже сейчас опрашивает эмигрантов разных... Да, 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 а еще альбом Юры Барниша, да. У него план Б мощный случился, да. Когда я думал о том, что, ну, вот есть европейская жизнь, российская жизнь, да, но есть еще альтернативная жизнь, когда ты понимаешь, что ты устал от того, что тебе страшно, или ты устал от того, что угроза войны надвисает над тобой все время, то ты собираешь вещи и едешь в самое спокойное место на свете. Мне кажется, это Кейптаун. Но, подожди, но нам вот говорили, что там есть некая преступность, и вообще, что вечером лучше не выходить из дома. Слушай, бывает, бывает, бывают проблемы, да. Не Юханнсбург вообще. Ну, то есть, в этом смысле, не Юханнсбург. Знаешь, там была шутка такая, ходил на стендап из Юханнсбурга, приехал комик, а он неделю выступал в театре. Неделю в Большом театре Кейптауна. И, в частности, у него была такая шутка, что ты никогда не понимаешь, на улице это ограбление или к тебе подкатывают. Подожди, а в Юханнсбурге жесть. В Юханнсбурге жесть, да. А что это значит? Я там не был, слушай, но все южноафриканцы, которые меня обсуждал, это, они говорят, тебе не надо туда ехать. В Юханнсбурге, я так понимаю, что ты действительно нельзя выходить на улицу вечером, ни в одном районе нельзя останавливаться на светофорах ночью. То есть, это все чревато проблемами. То есть, там действительно часто происходит похищение, ограбление, пулевые ранения. Расскажи, как часто ты пользуешься своим планом «Б»? Слушай, ну, это же план «Б» подразумевался, что я переезжаю туда жить на какое-то долгое время. Ты знаешь, я задумался в Киптауне о том, что жизнь там это похороны амбиций. Ну, то есть, ты объективно никуда оттуда не выдвинешься. То есть, люди, которые там живут и, как скажем, в смысле работы и в смысле физического передвижения далеко не ездят. Ну, максимум, ты в Намибию. Если очень, ну, как бы постараться, ну, можешь в Амибию. Но далеко, все очень далеко просто. Все действительно очень далеко. Это такая тихая семейная жизнь. Не знаю, ты открываешь кукольный театр булочную или кукольный театр вместе с булочной и вот как бы делаешь это для себя. И потом, может быть, когда-нибудь кто-нибудь узнает, что было такое удивительное, если у тебя получилось хорошо, было такое удивительное место в Киптауне, которое сделали ребята из России. Ну, и второй фактор, действительно, отсутствие чувства безопасности в Европе. Ну, то есть, сейчас, например, какая-нибудь, грубо говоря, Греция начинает возвращение себе Кипра или что-нибудь еще. А Сербия такая, а мы хотим Косово обратно. Ну, как бы, ты думаешь, ну, ладно. Поэтому это план Б называется в моем представлении. Это план Б. Да, но вероятность того, что, не знаю, Греция будет возвращать Кипр, кажется, немножечко ниже, чем что-нибудь случится в ЮАР. Да, слушай, любой фактор возможен. Просто, честно говоря, такое ощущение спокойствия. И еще, знаешь, я читал какие-то новости, что вот, значит, миллионеры скупают недвижимость в Арманусе. Это Арманус такой город в полутора часах от Кейптауна, тоже Вестерн Кейп. Он чем знаменит? Что он такой, как бы, залив, и в этот залив приходят почти ежемесячно киты. И вот, как бы, там какие-то миллионеры, миллиардеры скупали недвижимость. Ну, как бы, в целом Вестерн Кейп выглядит как довольно, знаешь, такое прогрессивное и классное место. И там, вот, единственная главная проблема вообще всей Южной Африки в Вестерн Кейп и Кейптаун, в частности, это электричество. Но, которое вот так решается. В смысле, его отсутствие? Его временного отсутствия, да, там есть такая штука, лоудшеддинг. То есть, у тебя выключают на 2, на 3, на 4 часа электричество. И представьте себе, что впервые появился, ну, я так понимаю, что впервые белый чиновник, большой, это мэр Кейптауна. Он белый и молодой, ему поменьше 40 лет. И он известен тем, что он придумал приложение, которое показывает время отключения электричества в твоем районе. Это как-то главное достижение. Диджитализация. Да, 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 да. Но эта проблема легко решается, на самом деле. Я считал, у нас свой дом. Нет солнечной батареи. Ты ставишь солнечную батарею, она стоит, по-моему, что-то 20 тысяч долларов, что ли, 15 тысяч долларов на двухэтажный дом. Этого более чем достаточно, обслуживаете все твои интересы. А становишься абсолютно автономным. Раз. И два, ты не делаешь нагрузки на общую сеть. То есть, это было смешно. Слушайте, я поехал, мне нужно было машину регистрировать там. И мы приезжаем, ну, вот, с парнем, который мне помогал. И приезжаем в отделение полиции. Он говорит, ой, тут лоудшейдинг. Он говорит, ну, ладно. И чего делать? И что делать? Он сидел просто. Он остался с моими документами. Он говорит, поезжай, говорит, у меня доверенность есть, я, говорит, все сделаю. То есть, люди не торопятся? Слушай, как в любом приморском городе, там люди вообще никуда не торопятся. Там, знаешь, есть такое еще выражение местное, называется нау-нау. Нау-нау, типа, сейчас-сейчас. Это значит, типа, никогда. Примерно. Типа, если... Да, да, да. Сейчас-сейчас я это сделаю. Значит, надо это сделать в лучшем случае через неделю. А, возможно, вообще не будет делать. Так, надо взять на вооружение. Как часто ты там бываешь? Слушай, ну, я не был год уже там. И это главная проблема, мне кажется, как раз доставки себя туда. Там из Цюриха, по-моему, летит рейс 9 часов. Это прямой? Прямой рейс, да. Ну, короче, целый день нужно еще и до Цюриха добраться. Ну, да, да, да. Ну, классно, что у тебя нет вот этого джетлага, нет разницы в часовых поясах с Европой, например, вообще ноль. То есть, это время, по-моему, берлинское время там. Ну, это очень обаятельное ощущение. Ты прилетаешь. После очень долгого полета ты вдруг себя нормально чувствуешь. Едешь какое-нибудь классное любимое кафе. Кстати, у меня там намного больше любимых мест, в смысле кафе, чем в Берлине, например. То есть, там был суши-ресторан, который входил в топ-50 мировых ресторанов. Ну, там есть вот эти, вот знаете, гастрономическое веселье какое-то. И интершеф этого ресторана придумал раменную, которая работает 4 часа. Она открывается, типа, по-моему, в 6, закрывается в 10. Ну, и там как бы доступны очень цены, потому что в этот ресторан там запись на месяц вперед. Слушай, а когда ты так редко бываешь в своем плане Б, у тебя есть ощущение, что ты хоть на сколько-нибудь приехал домой? Я не уверен, что дом сейчас, хотя вот Херцог, да, пишет в книжке, что, типа, ваш дом – это там, где вы помните, где у вас находятся выключатели, и у каждого человека должно быть такое место на земле. Как бы вы много не путешествовали. Но я в последнее время часто думаю о том, что дом – это люди, и не обязательно, что это какое-то место. Но, и когда я туда приезжаю, у меня ощущение, что я на даче. На даче. Да вот так я писал туда, что я на даче. Я там все знаю. Ну, в целом, на некоторой даче тоже часов в 8 ехать. На машине по пробкам. По пробкам. Я подумал, что про выключатели – спорная вещь, потому что я в последнее время много бываю в гостиницах, которые называются «Motel One», и мне кажется, что я там знаю все, где находится. Даже если в городе я еще ни разу не был, то… Значит, гостиница «Motel One» – это твой дом. Это все. Так тоже бывает. Я, кстати, ночевал в гостинице «Motel One» на прошлой неделе. Без тебя. Да-да. Да, я вот в Кёльне недавно был тоже, и там все было знакомо мне. Где что находится, какие выключатели. Мне кажется, я слепую мог бы зайти. Так что, может быть, «Херцог» и не очень прав. Что делает твой дом этот год? Слушай, в этот год, в прошлом году там проживали периодически мои друзья, которые набирались смелости добраться до Киптауна и посмотреть. Но знаешь что? Все были суперрады этому городу. Не было ни одного человека, который бы остался равнодушным. И все говорили одно, как здесь круто, было бы здесь побольше друзей. Ну, в смысле, имеется в виду людей из твоего круга общения. Но знаете, что еще клево, что вот Киптаунцы довольно открытые ребята к общению. У меня был архитектор, который делал ремонт. Он в какой-то момент позвал меня ужинать с своей женой. Он говорит, пойдем сходим, типа посидим. Как бы клево, что вот мы как бы общаемся. Мы с ним много шутили. И в целом ты можешь, там очень много смолтоков. То есть вы можете подружиться с продавцом мыла, не знаю, там с кем угодно, как бы на улице зацепиться с кем-то и по какому-то поводу вдруг начать общение. И тебе могут делать комплименты на улице и прочее. И любой из этого может выстроиться в какие-то отношения. Ну, например, там одна наша подруга, она пошла купаться в океан утром. И во время купания познакомилась с директором факультета кино, например, Кейптаунского. И через два дня мы с этим директором уже делали ланч у нас, типа, в микроофисе. И знакомились с ним, обсуждали вообще киноиндустрию Африки. Нормально. То есть можно, значит, в бар ходить с такими знакомствами, а можно просто в море? Ты знаешь, я думаю, что в Южной Африке как раз классно вот с такими людьми с разными, с самыми неожиданными знакомиться или на пляжах, или в хайках, когда ты случайно кого-то встречаешь. Потому что вот так тот из ребят познакомился с космонавтом НАСА на Балдерс-Бич. Типа какой-то дедушка там был, я нечего-то разговариваю, сказал, что он космонавт НАСА. Если он из НАСА, он астронавт. Он астронавт. А, астронавт, да. Да, слушай, там... И еще была такая штука, я не знаю, как сейчас, а в 22-м году туда приехало много криптоэнтузиастов из Соединенных Штатов. Криптоэнтузиастов. С исключением электроэнергии. Это интересные ребята. А им было интересно исследовать Африку на этот предмет. И Криптоэн они выбирали как точку базирования, потому что там есть океан, инфраструктура, в общем, миллион удовольствий. Да, ну, в общем, там есть много русскоязычных ребят, которые-то вообще мне рассказывали, что Криптоэн в 90-е было популярное место для людей из России, чтобы пропасть. А, то есть там такие россияне? Люди падали на дно. Ну, то есть вообще это похоже, наверное, в хорошем смысле на Америку в каком-то. И в плохом тоже, наверное, с преступностью. То есть во всех смыслах это похоже на Криптоэн, похож на какой-то американский город, наверное, с Калифорнией. Судя по тому, что ты говоришь, кажется, что тебе просто интересно там, в том районе. Слушай, там страшно интересно. Смотри, что вот еще Криптоэн, то есть даже центр, вот есть сити-боул, да, какой-то там небоскребы, то есть ты хочешь среди небоскребов. Но тут же, типа, 500 метров, и это район Букап, это такой двухэтажный, суперразноцветный мусульманский квартал, который частично находится еще и на холме. Это реально город контрастов, и там, правда, страшно интересно. И знаете, только вещь про Криптоэн говорят еще, что если бы не холодный океан и сильный ветер, то это был бы чертов курорт. Но благодаря этим двум, казалось бы, неприятным факторам этот город живет как просто город. Как город. Как город на океане, да. Непривлекательный для большого количества туристов. Круто. Хочется, конечно, на это увидеть. Ты, конечно, первый человек, который объяснил мне, что там делать. Теории захотелось. Спасибо тебе большое. Спасибо. Давайте. Пока. Пока. Друзья, этот сезон в целом подходит к концу. У нас осталось еще, мы даже потеряли сколько, но еще парочка выпусков будет. По-моему, можно один-два. Летом мы немножко отдохнем, случатся самые интересные события в нашей жизни, и мы действительно вернем к микрофону. А ты не палишься, да, про события? Нет. Хорошо. Мы узнаем об этом в следующем сезоне. Давайте, счастливые друзья. Ставьте нам оценки, лайки, комментарии. Да, спасибо.